Реконструировать городской фонтан. Эту инициативу городских властей первоуральцы бурно обсуждают в социальных сетях. На сайте госзакупок появился тендер почти на 35 миллионов рублей. Но не все горожане считают, что вообще стоит что-то менять. Мне кажется, он и так неплохо выглядит. Меня вообще устраивает. Потому что как-то вот заходишь, особенно когда фонтан работает, ну можно сделать его световой, можно сделать музыкальный. Можно было бы сделать как в Екатеринбурге, что-нибудь под музыку, цвета музыка, он будет играть. И действительно, первоуральский фонтан хотят сделать музыкальным. Должна появиться и подсветка, говорит автор проекта Артем Златоуст. Запланировано, во-первых, это восстановление чаши. То есть будет восстановлена гидроизоляция чаши, она будет полностью отреканструирована. Будет увеличена высота борта, чтобы люди не запинались от него. Заход применены все коммуникации. То есть это трудная развязка, насосное оборудование. А фонтан станет светомузыкальным. Однако представители бизнес-сообщества Первоуральска такими тратами на светомузыку возмущены. Говорят, в городе есть проблемы, которые действительно требуют решений. И это отнюдь не фонтан. Мы живем на Урале. У нас 4 месяца этот фонтан в рабочем состоянии находится. На него потратить 35 миллионов из бюджета. У нас все садики построены, школы все нормально, с водой в городе все нормально. Ну вот надо фонтан. Это вот самая главная вещь. Директор проектной организации Станислав Анфиногенов вспоминает, 10 лет назад уже шла речь о реконструкции фонтана. Даже какие-то работы начали. Но вот до конца дела так и не довели. Город потратил деньги на проект, потратил деньги на частично на строительные монтажные работы, которые не привели к полной реконструкции фонтана. Значит, они были выброшены на ветер. По опыту прочих объектов будет возможна такая ситуация, когда выполнен первый этап, его оплатят, деньги освоят и на этом работа завершится. Среди документов, которые прилагаются к закупке, есть заключение о проверке сметной документации. В нем указано, реконструкция фонтана предполагает два этапа. То есть итоговая сумма получается не 35, а более 60 миллионов рублей. Эксперты отмечают, и эта цифра не конечная. Будут еще дополнительные затраты на обслуживание, например. Хотя таким деньгам наверняка можно было бы найти и другое применение.